Анатолия Пахомова на центральной станции встречает главный врач скорой. Олег Баско эту должность занимает с недавних пор. Но о случаях недовольства работы скорой помощи знает не понаслышке. В курортный сезон решать проблемы начали с усиления станции. На работу в сочинскую скорую помощь приглашены 48 специалистов из края и 12 со всей страны. В целом сочинцев и отдыхающих обслуживают 59 бригад. Только на центральной станции скорой помощи выходят ежедневно 25 машин скорой помощи на дежурство. Это, для примера, больше, чем во всем городе Анапа. В настоящее время этого достаточно. Хотя, если иногда и случаются задержки, то это скорее связано с неравномерным распределением вызовов по времени суток. И максимальное их количество приходится на 6-10 часов вечера. В это время как раз и возможны задержки. В другие часы мы справляемся абсолютно свободно. Население Сочи растет с каждым годом. Что же касается туристов, то их сегодня рекордное количество. Практически в полтора раза превышающее само население Сочи. Нагрузка на скорую в три раза больше норматива. Отсюда и жалобы, объясняют мэру в диспетчерской. Проблема ясна, но доброжелательного и уважительного отношения к людям, которые, ко всему прочему, звонят с бедой, никто не отменял, подчеркивает Анатолий Пахомов. Во-первых, надо здесь добиться того, чтобы исключительно корректно и уважительно разговаривать. Здесь вот именно сердце скорой помощи. Продолжаем развиваться уже закупленной планшетой через два месяца. Ну, это техническое. Я еще раз говорю, в этом заслуги вашей нет. Это наша заслуга, когда мы находим технику, приобретаем оборудование и при этом требуем, чтобы действительно требуем того, что относитесь к своим обязанностям по человечеству. О том, что в городском здравоохранении улучшается и материально-техническая база, и самоотношение медиков к пациентам, глава Сочи говорил и на встрече с коллективом. Новые больницы – современнейшее оборудование. В городе есть все необходимое для качественного лечения больных. Но, несмотря на это, жалобы, в том числе на горячую линию главы, все же присутствуют. Анатолий Пахомов напоминает сотрудникам скорой о городской программе клиентоориентированности. Мы единственный муниципалитет, кто столько уделяет внимания бытовым условиям наших врачей. Только за последние пять лет было выделено 185 квартир, в том числе и сотрудникам нашей скорой помощи. И, естественно, мы это все делали, делали и делаем, и будем делать для того, чтобы наши врачи как можно больше были мотивированы к работе. И, конечно, к этим качественным медицинским условиям, потому что они очень нужны. Поэтому я бы не сказал, что у нас совсем плохо или плохо. Я бы сказал, что у нас хорошо, но нужно еще лучше. Нужно, чтобы наши жители ощущали действительно заботу. И заботу врачей в том числе, или в первую очередь. И тут самое главное – человеческий фактор. Ну а в целом, чтобы оптимизировать работу сотрудников, принимающих вызовы, в диспетчерской оборудовали 12 входных линий. Кроме того, три дежурных врача теперь консультируют бригады скорой помощи и диспетчеров по наиболее сложным вызовам. В 2011 года и новая функциональная единица – это так называемый консультативный или колл-центр, в котором работают наиболее опытные врачи. Они консультируют звонящих, по сути, не нуждающихся в помощи скорой. Их перенаправляют в поликлиники, где помощь больным окажут дежурные медики.